Всем привет, друзья! Я чувствовала себя как какой-то чуть-чуть отсталый человек, потому что, мне кажется, в последний раз я проводила прямые эфиры, как бы не соврать, ну, два года назад точно, я даже забыла, как чисто технически здесь это делается, где эти кнопки, как тут нажимать, где тут вообще эта кнопка записи эфира. У нас сегодня с вами будет очень глубокий, очень необычный тематический эфир. Мы поговорим с вами на тему предназначения, на тему поиска себя. Мне кажется, это одна из самых, на мой взгляд, животрепещущих, глубоких и актуальных тем на данный период жизни. У меня так точно, я надеюсь, что у вас тоже. И эфир будет необычный, я на него сейчас, надеюсь, подключу. ...посить. Вроде не подключила, простите, я просто не знаю, как это делается. Ура! Катя, привет! Всем привет, привет! Напишите, пожалуйста, ребята, слышно вам, нас видно. Свет, звук, пишут звук пропал. Весь звук пропал, я тебя слышу. Я тебя слышу. Так, ребят, напишите, у кого есть звук. Есть? У кого есть звук, пишите плюсики в чат. Видно пишут. Да, есть. Отлично. Да, слышно. Всё, супер. Слышно, видно, тогда мы можем начинать. Друзья, как я уже и сказала, сегодня супернеобычный эфир, и для меня даже такая честь, мне кажется, пригласить в мой блог сегодня очень важного человека. Друзья, Катя, это мой психолог, я занимаюсь с ней, мы работаем вместе и знакомы, наверное, больше уже двух лет. Вы не представляете, из каких просто жопных ситуаций Катя меня только не вытаскивала, из каких сложных и трудных. И Катя, наверное, стала для меня единственным экспертом, которая смогла мне помочь в сложных жизненных ситуациях. Катя психолог, как я уже сказала, с 16-летним стажем. Она работает по своему методу, у неё метод через квантовые расстановки. И я очень надеюсь, что сегодняшний эфир хотя бы немножечко изменит вашу жизнь, станет для вас даже в каком-то своём роде психотерапии. И я очень хочу, чтобы каждый из вас сейчас представил, что он реально попал на сейсию к психологу, на абсолютно бесплатную, потому что мы сегодня здесь для вас, чтобы помогать вам разбирать ваши жизненные ситуации. Поэтому готовьте вопросы, которые у вас будут появляться, обязательно их пишите нам сразу в чат, не бойтесь. И я думаю, что сегодня мы даже выберем одного человека, кого мы подключим к нам и будем разбирать его ситуацию прямо в режиме онлайн, здесь и сейчас. Поэтому надеемся, что поможем вам. И также Катя будет одним из трёх экспертов на моём проекте, который называется «Целое», на который вы можете попасть, заполнив предзапись у меня в ссылке профиля. Но сейчас, может быть, какое-то вводное слово, Катя, от тебя. Да, всем привет, ребят. Очень рада сегодня здесь быть. Пришла здесь поделиться немножко и своей экспертностью, и своим теплом, потому что я вообще в профессию психотерапии пришла по любви, чего я всем желаю. Всем желаю обрести свою профессию, в которую вы придёте по любви. Об этом, я думаю, мы сегодня, Катя, с тобой поговорим, да, почему это важно. Вот. Я действительно достаточно твёрдый эксперт, я уже более 16 лет в профессии, я разработала свой авторский метод, потому что в какой-то момент у меня есть классическое образование, то есть, знаете, не то, что там пару курсов по психологии прожёл и начал себя называть психологом, это не так. У меня есть классическое образование, но когда я начала работать в таких классических психологических подходах, мне показалось, что можно двигаться быстрее, можно решать запросы людей быстрее. И на протяжении времени, пока я работала с клиентами, вот 16 лет назад началась моя психологическая практика, я потихонечку начала разрабатывать свой метод. Вот. И на данный момент я очень много работаю со звёздами, с какими-то топами рынка, то есть, у меня действительно есть достаточно твёрдые результаты. Вот. И, собственно, Катя про свой кейс тоже вам рассказывала, что нам удалось с ней сделать. И очень хочу, конечно же, делиться этой информацией с как можно большим количеством людей, чтобы вы имели возможность менять свои жизни, чтобы вы имели возможность максимально круто и ярко проживать себя, проживать свою жизнь, находить себя. В общем, для этого я сегодня здесь, поэтому давайте начнём говорить на вот эту интересную тему, как же всё-таки нам достигать такой своей максимальной реализации в этой жизни. Спасибо большое, Катя. И на самом деле, да, Катя является, как я уже сказала, одним из, наверное, важнейших вообще в целом людей в моей жизни. И я очень рада, что у вас, у всех, кто сегодня находится на эфире, есть возможность с ней соприкоснуться, задать свой вопрос, потому что это правда большая возможность. И я очень хочу, чтобы никто из вас её не упускал и взял из этого эфира для себя максимум. Давайте, наверное, я сначала, что скажу, это расскажу про свою историю, так как у нас всё-таки, если мы говорим про поиск себя, про реализацию, я хочу поделиться тем, как это получилось у меня в жизни и как я пришла в целом к блогингу. Пока вы можете писать плюсики те, кому актуальна тема поиска себя, предназначения, своя реализация, у кого есть с этим проблемы, пишите плюсики, чтобы мы видели, что вам это интересно. Можно сказать, что, наверное, в какой-то степени я всю жизнь думала, что мне всё-таки повезло, потому что моё дело, можно так сказать, меня само нашло. Я думаю, что ни для кого не секрет, вы все знаете эту историю, что в 9 лет я увлеклась куклами Monster High, они мне были суперинтересны. Я смотря, знаете, там разные вкладки Safari, то есть в поисковике, я абсолютно случайно, я тыкнула на одну ссылку, и она меня перенесла на такую платформу, как YouTube. Я сейчас, отматывая назад, я понимаю, что реально моя жизнь вся поменялась благодаря одному клику на одну ссылку, потому что я не знала, что такое YouTube, у меня не было этого приложения, знаете, у меня не было этой иконки. И я кликнула, перешла, и там девочка распаковывала куклу Monster High, делала холл, и я посмотрела на это, и я поняла, офигеть, кажется, я могу так же. И в целом, если говорить про Катю в 9 лет, я была тогда очень закрытым и интровертным ребёнком. Я была тем ребёнком, знаете, которого приводят на дни рождения, и он сидит один в стороне и просит маму побыстрее его забрать, ни с кем не играет, с людьми не знакомится, не здоровится, ему очень тяжело коммуницировать с окружающим миром. И вот я всю жизнь была какая-то такая замкнутая, я бросила бальные танцы, потому что я не смогла просто пойти заниматься в группу, в коллектив, я до этого занималась только индивидуально. Я в целом, у меня какая-то была всегда проблема с коммуникацией с внешним миром. Я почему-то не могла как-то, ну, то есть найти через что с ним коммуницировать. Напишите, если у вас тоже есть такие проблемы, если вам в целом откликается эта ситуация. И вот тот момент, когда... и при этом я всю жизнь чувствовала, что я, блин, какая-то классная, да, то есть во мне чувствовала, что, блин, ну, то есть во мне есть потенциал, и мне как будто, блин, вот я хочу что-то делать, я всегда что-то делала, но всегда, знаете, сама с собой, всегда в своей комнате, в четырёх стенах, ну, не знаю, какие-то подделки, какие-то рисунки. Я понимала, что, блин, я же такая классная, почему никто этого не видит? И мне всегда вот раздражало, что я попадаю в коллектив, и никто не видит, блин, какая я классная. Потому что я просто не могу, ну, то есть мне не получается проявляться в этот мир. Например, что уж там говорить даже там про реализацию, вопрос вообще не стоял ещё тогда. Вот, и в тот момент, когда я нашла YouTube, и в целом блогинг для меня стал вот этим каким-то, не знаю, окном, да, через которое я могла вещать в мир, через которое я могла проявлять себя. И для меня это было супербезопасно, потому что я в целом считаю, что блогинг самая интровертированная профессия, потому что, по сути, как это начинается, ты сидишь в четырёх стенах и разговариваешь просто с камерой. Вот, я сейчас этим и занимаюсь, и сижу, и у меня просто эфир. И там при этом с нами там тысяча человек, условно. И для меня это стало действительно невероятной возможностью проявлять себя, и в первую очередь показывать миру, какая я классная, и реализовывать свой потенциал. И блогинг для меня стал моей реализацией, способом зарабатывания денег. Это стало в какой-то мере моей профессией, делом всей моей жизни, каким-то творческим каналом, через что я могла творчески реализовываться и создавать какое-то даже искусство. И так просто шаг за шагом, степ-бай-степ, занимаясь этим, там, два-три года вообще без какой-либо отдачи, ну, то есть без какой-то там рекламы, да, без монетизации, когда YouTube вообще в целом не приносил тогда денег. Каким-то образом, спустя там уже 4-5 лет, я поняла, что это действительно стало делом всей моей жизни, которое в том числе и приносит деньги, и даёт мне способ проявлять себя миру, и открывает мне кучу других возможностей. Мне было 9 лет, когда я нашла это, сейчас мне 20, и я всё ещё, по сути, занимаюсь тем же самым. У меня были сложные кризисные моменты, переломные моменты, с которыми как раз-таки мне помогала Катя, ведь даже когда ты находишь, казалось бы, дело всей своей жизни, всё равно, ну, случаются разные кризисы, и вот как раз-таки Катя помогала мне проходить один из кризисов-смыслов, который я проживала в прошлом году, кстати, вы можете посмотреть AK-шоу, я там достаточно активно и наглядно показываю, что это такое, в том числе я рассказывала там и про работу с Катей, как она была рядом, как она помогала мне. Вот такая моя история. Катя, я бы хотела, может быть, как-то с твоей экспертной точки зрения, может быть, почему так произошло в моей жизни, повезло ли мне, или это что-то, ну, предначерченное условное, и, опять же, что делать людям, у кого не так. Давай сейчас на твоём примере немножко расскажу, как это вообще бывает в целом у людей. Вот смотри, каждый человек сюда, я абсолютно в этом убеждена, я поработала с огромным количеством людей, я просто это вижу на практике уже, да, а не просто в своей фантазии, что абсолютно каждый человек приходит с какой-то своей суперсилой. И она у каждого разная. Да, то есть ты, например, говоришь, я не очень умела общаться, например, с людьми, ну, вот так вот, в живом общении, да, то есть твоя суперсила не реализовывалась через живое общение. Но в чём тебе на самом деле повезло, это в том, что когда ты условно нажала эту ссылку, вдруг увидела, что тебе нравится, что твой вот этот вот интерес живой, да, когда он пошёл, тебе его не заблокировали. То есть, насколько я помню, тогда мы ещё с тобой общались, ты рассказывала, да, что тебя очень поддержали родители, там тебе купили этот iPad, чтобы делать эти съёмки и так далее, и так далее. Вот, и вот этот вот истинный импульс, да, который шёл из твоей души, из твоего тела, он не был заблокированный, он сразу обрёл какую-то поддержку, вот, и ты могла себе позволить его исследовать. Потому что, понятное дело, что результаты пошли не сразу, да, то есть я помню, что ты же там снимала какое-то время, и сначала канал не рос, но благодаря тому, что у тебя была поддержка, несмотря на то, что поначалу могло что-то не получаться, несмотря на то, что ты могла сталкиваться с каким-то хейтом, у тебя хватало сил, энергии, мощи справляться и идти дальше. Вот, и это супер. То есть, с одной стороны, можно сказать, что этот потенциал, он изначально был заложен в тебе, да, как и в каждом человеке есть какой-то изначально заложенный потенциал, абсолютно, да. Но, с другой стороны, то, как наш потенциал реализуется, то, как он раскрывается, ведь когда потенциал наш раскрывается, да, когда мы делаем определенные действия, пробуем и так далее, мы все равно можем сталкиваться с какими-то препятствиями. И тут вопрос, не хватает ли у нас сил, энергии, поддержки, чтобы сквозь эти препятствия проходить. Вот тут как раз-таки, наверное, можем сразу обратиться к чату. Чат, если у вас появляется вопрос прямо в процессе, не бойтесь писать, даже если у нас идет какой-то диалог, я запоминаю, отматываю, потом буду смотреть. Например, сразу вот пишет, вот у Кати, например, была поддержка, и типа понятно, как бы, что так больше шансов, что у тебя получится, да. У некоторых ее нету, что с этим делать? Да, это очень хороший вопрос. Смотрите, у нас у каждого есть свои активы, да, то есть у нас у каждого что-то есть, чего-то нет, у кого-то есть поддерживающие родители, у кого-то нету. Но нет никакого смысла думать о том, чего нету. Есть смысл опираться на наши активы, на наши плюсы, да, то есть то, что нам изначально дано. Да, нам какой-то талант, да, нам интерес. Даже если родители нас не поддерживали, и такое бывает, и такого очень много, к сожалению, да, потому что поддерживающих родителей, ну, пока еще в совокупности, я как терапевт, который работает с людьми, вот, знаю это, их, к сожалению, пока что намного меньше, да. Но это не повод, собственно, да, какие-то претензии отправлять родителям, да, потому что родители – это всегда фигуры, которые дали то, что могли нам. То есть вот у них у самих сколько было внутри любви, поддержки, столько они смогли передать. Вот, соответственно, все то, что нам не хватило, мы всегда можем себе достроить. То есть у нас с тобой в работе, Катя, тоже был такой момент, да, что несмотря на то, что там родители изначально поддержали твой интерес, и в этом смысле, да, они, ну, хорошо дали тебе вот эту вот платформу. Так, дорогие друзья, я зависла или вы зависли? Ребята, слышно ли меня, видно? Подскажите, пожалуйста, звук, свет. Видимо, у Кати просто плохое соединение. Сейчас. Не переживайте, мы ее еще раз подключим. Даже не вижу теперь, Катя, впутк. Правильно я понимаю, что чтобы пригласить человека, нужно, чтобы он отправил... Все. Все, нашла. Все, продолжаем, отлично. Так, на каком моменте меня перестало быть слышно? Это хороший вопрос. Ты рассказывала, что, например, даже на моем примере мы разбирали эту ситуацию, когда меня поддержали родители, что действительно у меня, ну, по статистике родители там условно были более поддерживающие, чем у большинства, но даже в таком, условно, в таком кейсе были свои истории. Да, у тебя была часть, у тебя была часть, которой все равно не хватило достаточно любви, поддержки и тепла, да, потому что ты очень много работала с детства, то есть, по сути, ты с детства сталкивалась с большим количеством ответственности, когда пошел твой рост, пошло вот это очень большое количество ответственности, очень большое количество ожидания от тебя, и у тебя все равно была такая часть условно, которая была принята, когда она работала по хау, то есть, такая достигаторская, да, вот, когда ты работаешь и делаешь все на пятерочку, ты чувствуешь себя любимой, ты чувствуешь себя ценной и так далее, и так далее. А когда тебе грустно, какое-нибудь апатичное состояние, да, ты сразу чувствуешь себя не очень, вот, и это та часть, которой тоже не хватило любви, и вот этой части мы с тобой любовь расстраивали. Так, а меня слышно? Все нормально, окей? Тебя слышно. Я от себя бы хотела еще добавить, что одна из очень классных и для меня неочевидных, знаешь, изначально результатов работы с тобой, это тема, опять же, родителей, потому что, опять же, как бы у меня всегда в моей голове были со всеми отличными отношениями, меня любили, меня поддерживали всегда просто, то есть меня, там, позволяли мне, там, опять же, пойти в этот блог в 9 лет, потом перейти, там, на домашнее обучение, то есть много всего, чего обычно, с чем бывают проблемы, и вот признать, что мои родители — это просто люди, и у них тоже бывали какие-то свои минусы, какие-то свои черты, которые они, там, проявляли, и, там, возможно, там, не знаю, они были, там, тоже очень требовательны ко мне, и я, возможно, воспринимала это как-то, как, ну, как ребенок, не знаю, у меня тоже формировались из-за этого какие-то свои травмы, но понять, что они просто люди, и они просто, все, что они хотели, это дать мне любовь, и все, что они делали, это реально они давали любовь так, как они могли это сделать, и это, наверное, было одно из самых интересных процессов, и плюс перестать ожидать от этих людей, что они что-то тебе еще должны, что они должны что-то продолжать делать, просто понять, что они просто люди, и тоже делают свои ошибки. Да, то есть когда мы входим уже во взрослый возраст, да, в период такой сепарации, когда мы становимся взрослыми самостоятельными личностями, нам очень важно понять, что родители сделали для нас все, что могли, дали нам все, что могли, что у них у самих было, потому что ни один человек не может дать то, чего у него нет, да, например, если у него не хватает у самого там тепла, ценностей внутри, вот как может нам дать, допустим, родитель ощущение ценности, если у него самого нет внутри ощущения ценности? Никак. И тогда все, что нам не хватило, вот это чувство любви, чувство теплоты, чувство ценности, чувство самоподдержки какой-то, нам необходимо взять ответственность за то, чтобы внутри себя это взрастить. Вот. И это делается посредством формирования определенных нейронных связей. То есть, условно говоря, за любовь к себе у нас в мозгу отвечают определенные нейронные связи. Если у нас это не было сформировано в отношениях с родителями, то нам нужно внутри себя самостоятельно это создать. Это делается посредством психотерапии, посредством медитации, например, практик и так далее, да. И вот это будет одна из тем, которые я как раз буду давать на курсе целое, как это сделать. Если вдруг у тебя не было такого поддерживающего окружения, я тут писала, ну, я видела, что люди пишут, что прям вот что делать, да, если нет ощущения самоценности, любви к себе и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, с этим мы и будем работать, да. Это та часть, которая закрывает психология, потому что фишка в том, что мы можем топить в самореализацию, можем двигаться, можем даже знать, куда идти. Тоже не всегда, да, но у людей, которые знают, куда идти, могут быть проблемы мотивации, да, потому что не простроена вот эта база психологическая. То есть для того, чтобы нам двигаться эффективно, для того, чтобы нам ещё получать кайф от того, что мы двигаемся, да, от того, что мы делаем, от нашего взаимодействия с этим миром. Потому что то, как мы чувствуем себя в контакте с миром, в контакте с другими людьми, очень напрямую зависит от того, как мы чувствуем себя внутри. То есть если внутри у нас, да, вот кто-то, например, писал, грусть, апатия, ничего не хочу, там, и так далее, и так далее, да, то вот пока вот эта внутренняя реальность не выстроена, то у нас, естественно, нет никакой мотивации идти во внешний мир, что-то делать, как-то проявляться, как-то реализовываться, и так далее. И даже если мы пойдём, мы себя, ну, как потащим, да, на воле, вот у некоторых людей сильная воля, и они могут там себя заставить. Да, у меня нет вот этого импульса, у меня нет мотивации, но я всё равно пойду и заставлю себя. Но это, как правило, тоже обычно к чему хорошему не приводит, потому что вот на этом обычно держатся областигаторы. То есть сил нет, ничего нет, мотивации нет, я всё равно пойду на воле. Вот это один из способов психологических защиток. Я всё равно пойду на воле, я сделаю, я достигну результата, но потом, после того, как я достиг результата, я обнаружу, что я абсолютно опустошён, я не знаю, что я делал, зачем я делал. То есть меня то, что я делал, не наполнило, да, не вдохновило двигаться дальше, а просто опустошило. И поэтому часто люди же тоже живут в иллюзиях, да, что если человек, допустим, успешный, что это даёт счастье, но это вообще далеко не так, да, сколько успешных людей, которые реализовались, например, в своей профессии, но при этом обнаруживают себя в какой-то депрессии, в какой-то апатии. Скажем, давай ещё чуть-чуть как раз-таки про реализацию, и конкретно будем уже разбирать на примерах людей, которые нам пишут, чтобы уже конкретно от ситуации отталкиваться. Например, у нас есть такой комментарий. Постоянно меняю работы и сферы, не понимаю, нужно мне это или нет. Чувствую, что занимаюсь не тем. Как помочь себе найти то, что было бы по душе? Ну, смотрите, вообще интересно узнать, сколько лет этому человеку, который написал комментарий, потому что на самом деле, если у вас молодой возраст, то пробовать разное это абсолютно нормально. То есть есть два типа людей. Первый тип людей, это, знаете, такой тип людей, у которого интерес сразу проявляется. Ну вот, например, у Кати там интерес сразу проявился, потому что хочу снимать, пошла делать, проверила, ей это нравится, продолжила дальше. Да, то есть первый тип людей, это когда, ну, мы как в мире, как в зеркале отражаем собственный интерес, потому что мы увидим это в мире, нас туда либо потянет, либо не потянет. Да, и тут главное не блокировать то, куда нас тянет. Вот от себя можно добавлю, что у меня это проявляется, да, прикольно, если я этот тип, у меня это проявляется так, что, например, я увидела, что девочка снимает видео на YouTube, и я прям, знаете, я прям почувствовала себя как будто на ее месте. Ну, в плане, я прям поняла, что, блин, я могу так же. Ну, то есть я прям прочувствовала, что это, ну, то есть я вроде умею говорить, типа, прикольно, ну, как бы, там всего лишь нужно обозревать эту куклу. Я такая примерила на себя, я такая поняла, блин, офигеть, я могу быть на этом месте, мне интересно. То есть я сразу как будто примеряю, и я сразу понимаю, что эта модель мне как будто подходит. Вот, сори, это я просто от себя. Да, но вот у меня, например, было так же, это я в подтверждение, да, что можно себя в этом узнавать. Я, например, когда мне было лет там 12, 13, 14, я заходила в книжные магазины, я подбегала только с книгами по психологии, там, эзотерике, то есть по всему тому, что связано с пониманием устройства человека, пониманием устройства Вселенной. Я скупала просто всё. У меня переживали мои родители, что я читаю там какие-нибудь романы, не знаю, и школьную литературу, да, я вот эти вот все книги по психологии. То есть на самом деле у детей часто, да, когда у них вот эти импульсы не закрыты, этот интерес, он проявляется сразу. Но это один тип людей. Пишите, кто узнаёт себя в этом типе уже сейчас, пишите единичку, пока Катя рассказывает про второй тип. Да, есть второй тип людей, это тип людей, которым... Они не могут почувствовать их, это или них, если они не попробуют. То есть им надо обязательно войти, им надо обязательно попробовать, им надо протестировать, им надо почувствовать, ну, допустим, мне там один, два, три дня этим заниматься интересно, а вот долго, если я занимаюсь, мне уже становится неинтересно. И это тоже совершенно нормально на самом деле, потому что прошли те времена, когда вот у нас родители, мои ещё родители, да, то есть от вашего поколения, это ещё дальше, у нас наши взрослые люди, да, это были такие люди одной профессии, то есть они чему-то учились в институте, и потом всю жизнь там работали и реализовывались в одной сфере. Вот чем более молодое поколение, то есть моё поколение, ваше ещё там следующее за моим поколением, тем у нас сейчас больше... один человек может содержать в себе большее количество интересов, да, и очень важно это тоже в себе не блокировать, потому что я сейчас вижу, что, знаете, это как некая тенденция, что мы становимся, называют это multi-talented people, да, то есть когда у нас разные совершенно таланты хотят через нас реализовываться, вот, и этому тоже важно давать место, то есть важно себя не блочить. Если вы ещё, например, не определились конкретно, чем заниматься, просто занимайтесь тем, на что у вас, на что вот есть вот это включение, энергия, да. А как понять, как понять эту, как распознать эту энергию, как распознать это включение? Это просто интерес, то есть если мне интересно, смотрите, мы же часто обесцениваем свой интерес, ну, например, там, я смотрю каких-нибудь блогеров, но сижу и думаю, да, что никогда мне не стать такой, поэтому я даже пробовать не буду. А вот у тебя, Катя, не было, да, такого ограничения, то есть ты увидела такая, мне интересно, пошла делать. Вот большинству людей нужно убрать у себя вот это обесценивание собственного интереса, потому что если мы на что-то смотрим, если нас что-то привлекает, если наше внимание туда затягивается, да, это значит, что вот эта деятельность, на которую мы смотрим, да, что-то в нас отражает, как зеркало, вот, и поэтому очень важно не блокировать свои интересы. Если вдруг человек находится в ситуации, когда он уже, то есть у него уже заблокированы эти интересы, то есть, допустим, родители когда-то обесценивали эти интересы, да, они говорят, ты все равно не сможешь, у тебя все равно не получится и так далее, и так далее, то вот это как раз тоже такая внутренняя психологическая история, по сути нам нужно убрать эту нейронную связь, то есть нам нужно из головы стереть вот эту нейронную связь, что то, что мне интересно, мне не получится, потому что на самом деле, если у нас есть интерес, интерес помогает нам вырабатывать энергию на деятельность, а это самое главное, что нужно для того, чтобы у нас получилось, да, то есть для результата. Не бывает результатов, которые происходят по щелчку пальцев, да, любой результат — это путь, и чтобы пройти путь, нам нужно, чтобы у нас на этот путь вырабатывалась энергия. И давайте тогда, получается, немножко подведем итоги именно этого спича про как найти то, в чем ты реализуешься. Катя сказала, что есть два типа людей. Первый — это которые сразу видят и делают, и уже сразу могут, крайне понимаю, что сразу могут понять, понравится им это или нет, их это или не их, сразу попробовав, или даже до того, как они попробовали. То есть они посмотрели, условно, я сразу понимаю, там, не знаю, мне готовка неинтересна, условно, видео снимать, что-то, типа, прикольный интерес есть. Есть второй тип людей, которым нужно обязательно попробовать, испытать несколько раз, возможно, что-то поменять, и только так они смогут понять, подходит им это или нет. Правильно? И тут, наверное, важно, во-первых... Кому-то важно пробовать и не блокировать себя пробовать, потому что многие люди испытывают чувство вины за то, что вот я никак не могу определиться, вот меня бросают то в одну, то в другую какую-то сферу. А человеку, может быть, и нужно попробовать себя и там, и там. И потом в итоге, знаешь, как есть люди, которые набирают разных навыков, например, они попробовали себя одном, приобрели навык, потом попробовали в другом себя приобрели какой-то определенный навык, и потом на стыке получается вообще что-то супер уникальное, да, потому что у него уникальный набор навыков, и вот этот уникальный набор навыков делает его... ну, отстраивает его, так сказать, отрыбка, да, то есть делает его каким-то очень интересным экспертом, да, или очень интересным специалистом в какой-то области. Ребята, мне кажется, настало время подключить кого-то из вас и уже прямо на деле более конкретно разобрать чью-либо ситуацию, поэтому давайте сейчас пишите запрос... Давайте, знаете, как сделаем? Пишите ваш запрос, те люди, которые хотят попасть в эфир, и мы по запросу поймем, кого мы можем подключить, то есть какая тема, сравнение себя с другими, как найти свое дело... Так, у меня почему-то перестало... Про любовь к себе там тоже писали много вопросов. Просто я хочу сейчас именно тех, кто готов к нам подключиться, у кого хороший интернет, кто... Очень интересно. Настя пишет, мне 21 год, у меня уже два образования, но не понимаю, как мне найти дело души. Да, мне очень интересно, кстати, запрос. И давайте попробуем подключиться. Анастасия, подскажи, пожалуйста, как я могу тебя подключить, можешь ли ты нам дать... Отправить запрос. Отправь, пожалуйста, запрос, Анастасия, которой 21 год. Так, а я с комментарием не могу, да, подключить человека? Только когда запрос будет отправлен. Мама... Ну, соответственно, люди, кто готов сразу подключаться, вы кидайте сразу свои... По поиску, кто так не ищется. Анастасия, вы с нами? Отправила, отлично. Секунду, я тут чувствую себя не очень... Ну, вот, я нажимаю, куда... Мне куда надо нажимать, пригласить? Я не вижу Анастасию тут. Я вижу, тут типа 5 человек, только это нормально. Так, дорогие друзья, кто знает, как подключать людей? Анастасия должна отправить запрос, и ты должна... Ну, как ты меня подключала, то есть ты должна увидеть мой запрос... Да, ты тебя подключала, потому что я на тебя подписана, и ты у меня сразу вылезла. Анастасию я даже ввожу ник, и у меня её нет. А если... А, ты можешь пригласить только тех, на кого подписано, поэтому у тебя только 5. А, вообще, это другая кнопка, господи. Ей-богу, ну ребят. Всё, божечки, разобрались. Ой, это было сложно. Анастасия, я добавила тебе. Привет! Привет, привет! Я была не готова даже морально. Очень удивлена. Приятно. Давайте, ребята, пишите плюсик, если видно и слышно. Мне кажется, соединение супер, мы тебя видим, слышим. Представься, расскажи про себя немножко, и какой у тебя вопрос. Меня зовут Настя, соответственно, мне 21 год, и я родом с Дальнего Востока, долгое время жила в Воронеже, и сейчас уже в Москве нахожусь. Уже два года. Сама переехала? Да, я переехала, ну как сама, наверное, с помощью родителей по большей степени, в том плане, что поддержав идею обучаться в московском ВУЗе, я нахожусь здесь. Но, как бы, с помощью неких своих действий я уже живу здесь самостоятельно, на квартире, то есть переехала даже с общежития, вот. Поэтому там уже где-то ёлка, ну, в общем-то. Почему два образования? Я ушла после девятого класса, вот, в техникум, не пожалела, потому что понимала, что в школе, ну, для меня некого развития не видится, вот, ну, вообще никак. И поэтому я подумала, что нужно уже узнавать, что же мне близко, и я пошла в экономику, поэтому образование я бухгалтер. А сейчас я понимала, что, ну, бухгалтер как будто бы не моё, что-то совсем скучно, но всё равно мне нравилось, потому что там присуща математика. И я приехала в Москву обучаться бизнес-информатике, сейчас на втором курсе, но пока что я не понимаю, что дальше делать. Ну, потому что интересы разные, и их много, а не с математикой. Я хочу сказать об этом побольше, вот, какие у тебя интересы, знаешь, над чём ты залипаешь, когда ты листаешь Инстаграм, Ютуб, что ты смотришь, вот, что тебе нравится вообще в целом в мире наблюдать? Ну, вообще, именно мне нравится во всём, вот, именно активность, это танцы. К сожалению, сейчас я им не занимаюсь, ну, из-за учёбы, там, наверное, денежных средств в этом плане, тяжеловато, ну, совмещать. Вот, поэтому танцы сейчас чуть-чуть на втором плане, но я этим всю жизнь занималась и, как бы, горела. А также общественность, я занималась, там, различными движениями, там, по техникуму, проводила мероприятия, там, регионального, межрегионального формата. И, как бы, сейчас, как будто бы это тоже закончилось. И я поэтому, ну, написала запрос, что я вот всё пробую, очень много всего в творчестве, я залипаю, там, на картины по номерам, вот эти вот алмазные пазлы собираю. А потом это вот проходит, и, как бы, ну, новая активность, она тоже проходит, и всё. И как будто бы я остаюсь с нулём. Багаж знаний и всё вот это вот. Но это мне не помогает, как будто. А правильно я понимаю, что ты сейчас учишься, но в дальнейшем, именно конкретно с этой профессии, на которой ты учишься, ты не видишь, что будешь связывать свою жизнь? Пока непонятно, потому что я выбрала ту специальность, которая достаточно многогранна. Как вы мне сказали, что я могу идти в любую компанию и где-нибудь, но я найду себя. Потому что это и бизнес, и информатика. То есть есть математика, какой-то анализ, где-то я что-то кому-то смогу помочь. Но как будто бы пока что мне нужна помощь. Посмотри, из того, что я слышу, вот такое ощущение, что тебя очень сильно, ну, привлекают какие-то творческие профессии. Ну, вот танцы ты обнимала, картины, да? А при этом обучение ты выбираешь достаточно аналитическое. Как тебе в этом? Потому что мое, ну, больше интерес только в математике. Математика, какие-то расчеты. То есть в этом я себя чувствую комфортно. То есть если у нас там конкурс какой-то в УЗИ происходит, я не решаюсь в творческой стезе себя пользоваться, ну, там, в команде использовать, а я иду больше в руководительскую сферу, там, не знаю, в управление этими людьми. Или же там что-то с математикой связанное, то есть мы там решаем какие-то кейсы. То есть ты себя считаешь более сильным аналитиком, чем творческим человеком? Как будто бы, да, склад ума у меня больше математический, чем гуманитарный. И как бы... Но я не ухожу от общества в том плане, что мне очень, так сказать, приятно работать с людьми. То есть я даже вот на втором курсе, обучаясь, я работала полгода в магазине одежды. И, соответственно, у меня получалось. Я была замдиректором магазина в какой-то промежуток времени. Вот. И как бы это тоже мне приносило удовольствие. И поэтому у меня в голове просто какой-то, не знаю, бунт происходит. Я бы тебе предложила, что, во-первых, принять свою многогранность. То есть не бороться с ней, да, что ты должна или стать аналитиком, или творческим человеком, или там с людьми контактировать. То есть звучит так, что ты очень многогранная, и что в тебе много частей. Вот представьте, что в тебе есть такая часть, которая аналитика. Есть такая творческая часть. Есть та, которая очень любит контактировать с людьми и такую общественную деятельность. И представь, что ты вот сейчас прям перестаешь имитаться между ними, а как бы расширяешь свое внутреннее сознание и признаешь, что это все ты. Вот тебе не нужно ни одну часть из себя убирать, и они все крутые. Спасибо. Как бы ты расширяешься на них, на всех. И что у меня в последствии? Почувствую, что меняется в тебе, когда ты себе это позволяешь. Ну, на самом деле страшно это себе позволить, потому что ты себя чувствуешь каким-то, ну, как будто бы неполноценным из-за этого, потому что остальные-то не такие. То есть даже вот это вот введение блога, все говорят, что да, давайте, не бойтесь, снимайте. А потом ты приходишь в группу, я вот только сегодня, представляешь, я сегодня, ну, два года уже учусь с одними и теми же людьми, я только сегодня решила подписаться на них. Ну, потому что мне интересно смотреть за ними, как бы, как они живут в своей жизни. И мне было, ну, я вот судорожно кликала, потому что понимала, что они же будут смотреть на мою страницу, и как будто бы я даже не готова, потому что они не знают, что входит в мой, так сказать, в мою жизнь. И мне как бы... Смотри, вот тут задача перестать опираться на внешних наблюдателей тебя, да? Вот, потому что на самом деле это же тоже твоя иллюзия о том, какие они. Вот точно так же, как они не знают, какая ты, точно так же ты не знаешь, какие они. Давай это признаем. У каждого человека какой-то свой многогранный мир, какой-то свой многогранный опыт души, да, этой жизни и так далее. То есть мы на самом деле друг про друга, пока мы близко не познакомились, вообще никто ничего не знает. Ну да, вот в комментариях даже девушка пишет, что у неё тоже много частей, много знаний, есть огонь, но боится его показать. Вот, видимо, вы не одни. Да, я понимаю. Но потому что, смотри, для того, чтобы не бояться его показать, нужно начать опираться на себя. Потому что пока мы опираемся на каких-то внешних наблюдателей, которые там нас правильно или неправильно нам рассказывают, оценивают, да, вот это у тебя правильная часть или неправильная часть. Правильно это быть и аналитиком, и творческим человеком сразу, или это неправильно, и нужно выбрать что-то одно. То есть, понимаешь, да, это всегда путь в никуда, когда у нас опора вовне. Нам эту опору нужно внутрь вернуть. То есть только сам человек может знать, что для него правильно в этой жизни. Мы только изнутри можем это почувствовать. Творческий аналитик. Знаешь, это как будто бы эти части начали в тебе сшиваться. То есть, знаешь, как это работает? Когда ты внутри себе позволяешь, чтобы у тебя этот конфликт ушёл, да, то есть ты начинаешь наблюдать между этими частями контакт, люди тоже начинают наблюдать себя такой, понимаешь? Но сначала ты внутри себя должна это увидеть. Из меня получается профиль и подпись на творческий аналитик, да? Да, биопрофиль просто позиционировали. Наша сила, наша сила, вот наша глобальная сила, она всегда на соединении наших частей разных. То есть, если ты пойдёшь только в одну сторону какую-то, да, тебе всё время будет тоска и нехватка, то есть, словно, ты идёшь чисто в аналитика, то твоя творческая часть, она будет всегда скучать, ей всегда будет не хватать, ты всегда будешь чувствовать в какой-то зоне пустоту. То же самое, если ты пойдёшь только в творческое. То есть, у тебя, скорее, история с тем, чтобы это соединить, да, то есть, с тем, чтобы найти такой способ собственной проявленности, который это соединит. То есть, условно, здесь правильно написали, мы условно это назвали творческий аналитик. Вот. Но как это может выглядеть в реальности, да, это уже, ну, совершенно могут быть разные тут профессии. То есть, тут уже тебе нужно смотреть, какие у тебя вообще варианты есть сейчас, да, в твоей реальности, в твоём поле, но держа в голове, что ты хочешь реализовывать одновременно и эту часть, и эту часть. Это вообще гениально, на самом деле. Ну, вроде бы это просто, это как бы две части меня, но всегда оказалось, что нужно брать, ну, аналитичную, всё-таки это преимущественно, ну, более-менее реально монетизируемо, вот. И как будто бы поэтому от творчества, ну, необходимо было отказываться. Хотя, ну, на самом деле... Можно я немножко добавлю? Мне кажется, это просто гениальная мысль. Катя, мне так понравилось, о том, я даже её записала вот к нам в чат, о том, что, как ты сказала, что наша самая большая сила на пересечении наших разных граней, неправильно, и так это звучит. Это настолько... Звучит легко, но это настолько... Это просто у меня не сайт был, потому что это ещё очень про целостность. Это как раз-таки же про то, когда ты принимаешь не только что-то одно, как ты говоришь, Настя, что, там, не знаю, точно принесёт много денег, и, значит, надо учиться на, там, математика условно, но ты понимаешь, что у тебя есть ещё другие грани, ты принимаешь себя полностью целостно. И как раз-таки, мне кажется, это супер попадает и в наш новый проект, потому что проект называется «Цело», да, проект называется «Цело», и он как раз-таки и нацелен на то, чтобы людям показывать, что их истинная реализация именно вообще в них самих и в их целостности, да, то есть мы как раз-таки нашим проектом не пропагандируем, там, заработок ради заработка, знаете, типа, вот вам онлайн-профессия, не знаю, потому что там в них есть деньги, идите, зарабатывайте эти деньги, потому что это престижно, и это востребовано, сто процентов это востребовано, и это классно. Но мы пропагандируем то, что сначала найдите себя, примите себя полностью, как Катя сказала, выстроите вот эту опору внутри себя, потому что это тоже большая часть будет и того материала, который Катя будет давать, то есть выстраивание вот этой опоры, когда ты перестаёшь ориентироваться на окружающих людей, как раз-таки вот этих твоих однокрупников, да, на которых ты там подписывалась, и приносишь опор внутрь себя, и вот из этого состояния ты уже идёшь и реализуешь себя, и реализуешь все свои грани, и уже из этого состояния зарабатываешь деньги. Вот как вот просто, мне кажется, это идеально показывает то, в целом, о чём весь наш проект, и, блин, это очень круто, мне кажется, это такая важная мысль. Это гениально, так просто, главное. Оказывается. Ну, обычно просто у нас в сцене сформированы эти нейроны связей, такой взгляд на себя, то есть это то, что позволяет как раз делать психология, да, она позволяет более широко посмотреть на себя, на свой внутренний мир, создать вот эту базу, из которой мы уже из более целостного состояния можем идти в мир, в контакт, в реализацию, и действительно делать что-то, что нам интересно, потому что сейчас очень много пропагандируется такой достигаторской позиции, когда вот деньги ради денег, да, зарабатываются. Да, этого не хочется, ну, потому что видно, что это дорога в никуда, и хотелось бы вот именно целостного подхода в гармонии с собой, потому что всё-таки организм возьмёт своё, и потом будет грустно. Абсолютно, потому что в деньгах важно не только, и даже не столько, сколько мы зарабатываем, а то, как, какими путями мы зарабатываем, потому что, например, можно зарабатывать большие деньги, при этом придавая себя, придавая свои ценности, вот, отщепляя какие-то свои части, да, и в этом никогда не будет счастья, в этом никогда не будет наполненности, в этом никогда не будет вот этого ощущения полной реализации. И при этом, если мы идём из целостного состояния, если мы опираемся на себя, знаем себя, уважаем себя, уважаем свои ценности, уважаем своё виденье, да, то перед нами и простраивается совсем умной путь. Каждый шаг, он приносит удовольствие, да, потому что вот это вот переживание полноты и счастья от жизни, оно же не в конечной точке, оно вот в нашем каждом шаге. Ну, я как бывшая достигатор могу сказать, что это тоже путь в никуда, когда, как мы тоже с Катей, я помню, ты мне прям показывала, Катя, разбирали вот этот путь, когда ты, типа, предаёшь себя, идёшь, идёшь, ну, думаешь, что там где-то в конце будет зато хорошо, вот ты сейчас, ну, тебе сейчас ты пострадаешь, но зато там будет хорошо, и ты там наполнишься, ты идёшь, борешься, 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 приходишь в эту точку, а точка удовольствия почему-то опять от тебя куда-то ещё уходит, ты такой, ладно, буду бороться, 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 и каждый раз оно удаляется, 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 и вот этого ощущения, когда, просто я всю жизнь тоже думала, что я стану успешной, и я, там, успех равно счастье, что я стану самой счастливой, классной, не знаю, буду многое зарабатывать, и меня будут все знать, и в этом счастье. Поэтому мой достигнаторский путь был к этому, и я, не знаю, не спала ночами, там, уставала, там, что только не делала, и я поняла, я в какой-то момент оказалась в точке, когда я просто несчастна, я не понимаю, зачем был весь этот путь, потому что вот этого истинного наполнения и удовлетворения ты от этого не получаешь, и вот тогда, как раз-таки, я уже начала задаваться вопросом, про который Катя говорит, не что, а как я к этому иду, то есть, что есть не только финальная точка, но есть еще какой-то путь к ней, и есть еще какие-то смыслы при этом, которые ты несешь, и есть то, что ты еще меняешь в мире, и есть еще что-то, ради чего ты работаешь, и что ты привносишь мир, в мир, и это стали для меня абсолютно новые какие-то вопросы, которые вот как раз Катя мне помогла с ними тогда разобраться, и это очень наполнило мою работу, наполнило мои проекты, и самое интересное, что условно я там продолжила заниматься той же самой формой, тем же самым блогингом, но смыслы абсолютно стали другие, то есть, это уже стало не на какой-то достигаторской энергии, когда успех ради успеха, деньги ради денег, а это вот какая-то очень глубокая, смысленная реализация, когда ты идешь именно из себя, и когда ты идешь из своей точки вот своего какого-то, своей какой-то гармонии, целостности в том числе. Да, давайте я подведу итог, вот что бы я порекомендовала тебе. Смотри, попробуй сейчас, когда ты будешь там учиться, какую-то деятельность себе выбирать ближайшую, попробуй смотреть из точки интеграции своей творческой и аналитической части, то есть, возможно, ты увидишь какие-то варианты для своей реализации, вот как ты можешь их соединять уже прямо сейчас, да, что это, какие-то есть профессии, которые отсоединят, какая-то есть деятельность, просто вот начни именно из этого смотреть на те варианты, которые у тебя есть, вот, и твой фокус может сильно измениться, если ты начнёшь именно из этого смотреть. Интересно. Хорошо. Я прям, у меня вот весь промежуток этого времени какой-то мандраж такой, достаточно необычный, вроде бы, ну, для меня не впервые там эфиры вести или ещё что-то, но такая информация достаточно какая-то ну, внутри откликающаяся, и поэтому даже мандраж присутствует, теперь есть на чём, так сказать, подумать, задуматься вообще, что делать дальше. Ступер. Так классно. Спасибо тебе большое, Настя. От себя скажу, что ты вообще невероятно яркая, светлая, тебе просто проявляться и проявляться, и вести блог в том числе, мне кажется, это абсолютно какая-то твоя органика, и эти прямые эфиры, ну, то есть, и мне кажется, тебе вообще надо забить, короче, на всех твоих одноклассников, и принять все свои части, поменять биопрофиль, я знаю, типа там, и проявлять себя со всех сторон, потому что то, что даже мы увидели здесь за 20 минут, ты вообще невероятная, поэтому мы верим в тебя, спасибо большое, что не побоялась и подключилась к нам, надеюсь, было полезно тебе. Да, очень полезно, приятно, на самом деле, даже необычно, потому что, ну, вроде бы эфир, кажется, бесплатная такая возможность, которая, ну, немногие придут ценность, вот, а я думаю, ну, надо послушать же, вдруг что-то там, какая-то часть откликнется, а тут такое, ну, ничего себе, поэтому, ну, спасибо, правда, потому что, ну, я в шоке, слов нет. Всё, Настя, спасибо большое. Спасибо. Вообще. Так, я не знаю, за тебя отключать, потому что, давайте я выйду, чтобы вам проблемы не задавать. О, я просто не очень технический специалист, блин, вообще, мне так даже, как-то вот, хорошо стало. На самом деле, вот, я параллельно, пока мы говорили с Настей, я увидела большой отклик, именно в чате, и многие спрашивали о том, как именно создать вот эту опору внутри, как найти эту целостность, и это как раз таки то, о чём и будет наш новый проект, это как раз таки то, где Катя с её блоком даст огромное количество практик, огромное количество ключей и ответов на все эти вопросы, как раз таки мы там будем затрагивать все темы о том, как создать эту опору, как прийти к гармонии с собой, как прийти к целостности, как принять все свои вот эти разные части, да, как мы сейчас видели у Насти, как полюбить себя, Катя, расскажи чуть больше, пожалуйста, как ты... Давай-давай, я дальше расскажу, мы также будем говорить о том, как нащупать вот эту вот внутреннюю энергию, с которой я пришёл в этот мир, что же я хочу в этот мир отдавать, что я хочу в этот мир через себя проводить, да, кто я вообще, как мне нащупать эту миссию или предназначение, называйте это как угодно, да, вот кому как нравится, у меня прям будут на это специальные упражнения, которые, кстати, мне в своё время тоже помогли, то есть они помогли уже сотни людей найти себя, также мы поговорим о том, как исцелять детские травмы, если вдруг вы себя узнаёте в историях о том, что вас не поддерживали родители, у вас были какие-то сложные отношения, токсичные отношения, там и так далее, и так далее, да, как исцелить своего внутреннего ребёнка, потому что, конечно, наш внутренний ребёнок, он очень сильно влияет, да, если он подавленный, если ему трудно вообще выходить в этот мир, проявляться в этом мире, как сделать так, чтобы подлечить, и чтобы стало легче, в общем, себя в контакт с миром нести, как выстраивать гармоничный контакт с миром, да, потому что контакт с миром тоже может быть разный, может быть неудобный, токсичный, здесь нам важна тема границ, да, здесь важна тема здорового ощущения, кто я, и что мне окей, что мне не окей, да, то есть какие отношения, какие контакты я выбираю, какие отношения, какие контакты я не выбираю, то есть вот это всё тоже будем с вами разговаривать, ну, не просто разговаривать, я буду вам рассказывать какую-то свою теоретическую часть, и буду давать в том числе практики, упражнения, которые помогут вам формировать вот эти самые нейронные связи, да, потому что наше поведение, оно как бы запускается тем, какие у нас нейронные связи есть в голове, если у нас, например, в голове нейронные связи про то, что там мир небезопасный, я никому не нужен, меня никто не ждёт, я неценный, да, то, собственно, именно такое поведение мы выдаём в мир, и мир нам это зеркалит. Если же мы создаём себе новые нейронные связи, в котором мир безопасный, я любимый, мне точно здесь есть место, мне точно есть что дать этому миру, когда я что-то этому миру даю, мир мне отвечает возможностями, деньгами и так далее, и так далее, да, то у нас совершенно меняются наши поведенческие, стратегии, мир это считывает, мы, кстати, даже прямо сейчас увидели, да, что как только вот Настя приняла две свои части, раз, оп, мир это считал, то есть вот так работает, когда у нас внутри что-то не собрано, да, где-то какие-то конфликты, непринятие себя и так далее, именно это мы видим в зеркале мира, когда мы это собираем, исцеляем, находим опору, потом мы идем в контакт с миром, и мир именно это в нас и видит. Причем я еще, вот такие разразы будем ставить, чуть-чуть добавлю о том, что это еще со стороны так легко звучало, то есть ты сказала просто одну фразу, ну, то есть из разряда о том, что Насте нужно просто принять две ее части, и это как будто бы какой-то, ну, интересно, это одна фраза, и это, ну, какая-то фраза, короче, это какой-то супер, это что называется, наверное, инсайтом, когда все переворачивается, и ты такой, а, все, я все, типа, понял, я просто пошел делать. И Насте, мы сразу по глазам это, как будто бы увидели, считали, и люди в чате сразу начали писать, и я также вот сейчас читаю вопросы ребят, касательно проекта. Можно, я дополню, я просто хочу дополнить, что это вот, это выглядит легко, но на самом деле за этим стоит способность очень быстро распознавать, то есть у меня есть свое видение, я умею, как бы смотря на человека и слушая, что он говорит, очень быстро распознавать, в какой зоне у него конфликт, и очень точно давать ключ по тому, как этот конфликт убрать, как это исцелить, то есть это выглядит как будто бы, да, что-то супер легкое, на самом деле вот это легкое, как бы создается тем огромным опытом, который я прошла, да, и тем, тем количеством нюансов, которые я понимаю, как работает вообще психика человека, поле человека и так далее, и так далее. Собственно, поэтому моя методика работает, например, быстрее, чем классическая терапия, то есть я могу какие-то ключевые штуки для человека увидеть просто там за 5-10 минут, то есть, ну, это так. свидетельство того, что это произошло просто за одну фразу, и я от себя тоже точно скажу, что, опять же, я уверена, что там сессии с Катей мне сэкономили, не знаю, там, 5-10 лет, условно, какой-то классической, да, более психотерапии, когда ты каждый день созваниваешься, и даже многие какие-то, условно, не знаю, базовые травмы я обсуждаю там со своими друзьями, кто в классической психотерапии, и я понимаю, что они говорят там, не знаю, я каждый день созваниваюсь с психологом вот уже 5 лет, и я все еще не могу ее проработать, и я такая, интересно, а у меня было типа там 2 часа расстановки, 2 часа сессии с Катей, и я в целом все уже поняла, и в целом уже как-то у меня ушла эта установка, поэтому, мне кажется, мы стали сейчас свидетелями того, как это работает, как Катя реально может просто, у тебя суперсила видеть людей, считывать, понимать, в чем сразу проблема, и за одну-две фразы просто подсветить самую главную точку роста, и я вообще, на самом деле, я вам всем, я очень надеюсь, что у наибольшего количества людей, кто сегодня находится, у вас будет возможность поработать с Катей лично, и войти в какой-то личный контакт, потому что на нашем проекте целое, у нас будут тарифы, где вы сможете у вас будет возможность попасть на созвоны с Катей, также там будут работать на других тарифах Кати на кураторы, тем не менее, я вообще очень надеюсь, что у кого-то из этого эфира получится попасть именно на это личное взаимодействие, в том числе, но даже все, и так, теоретические, все практические практики, все это будет, все данные темы, о которых мы сегодня обговорили, если вы в истории Насти видите себя, если вы видели себя и чувствуете, что у вас есть проблемы во всех тех вопросах, которые мы сегодня поднимали, то мы будем ждать вас на нашем новом проекте целое, если вам это интересно, вы можете заполнить анкету предзаписи, она у меня закреплена в объем моего профиля, с вами свяжутся менеджеры, объяснят и расскажут более подробно о нашем проекте, пока что мы нигде не открываем никаких открытых продаж, поэтому, если вам что-то интересно, вы можете, единственный сейчас путь, это заполнить анкету предзаписи, ссылка на которую оставлена в био моего профиля, и я уже, пока Кате рассказывала, я не могла перебивать, я там вижу вопросы, люди там уже сами все себе отвечают, что за анкета предзаписи, куда она написана, там уже ребятам кто-то пишет, я уже в проекте, я так рада, что уже купила, что я с вами, что я участвую, короче, все уже совсем там сами разобрались, я поняла, что вам уже ничего рассказывать не надо, вот, поэтому, понятное дело, что у нас было совсем мало времени, буквально часок, но надеюсь, что мы были полезны сегодня для вас, что для вас открылись какие-то новые ответы, ключики, и вам эфир этот был полезен, если да, то закидайте нас, я не знаю, там, сердечками, смайликами, вот, и, Катя, какое-нибудь бы финальное напутствие от тебя. Я хотела еще добавить к тому, что ты сказала, да, что на самом деле, независимо от тарифа, та информация, которую я буду давать, вот точно так же, как вы сейчас видели в работе, да, я дала индивидуально одному человеку ключ, который конкретно этому человеку сейчас подходит. В тех уроках, которые я буду давать, я тоже передам для вас ключи, то есть я передам ключи, которые помогут вам собрать базу, базу внутреннего психологического состояния, здорового психологического состояния, на котором можно дальше двигаться в свою уникальную индивидуальную реализацию, потому что путь каждого человека, он абсолютно уникален, он абсолютно неповторим, и задача каждого, да, не пытаться чей-то путь повторить, а вот нащупать свое, вот эту, знаете, свою вот ниточку, за которую схватился, и идешь так, что действительно ты чувствуешь, что каждый твой день проживается на максимум. И когда ты так чувствуешь, что и мир, он дает очень много обратной связи, поддержки в виде ресурсов, в виде других людей, в виде там денег и так далее, и так далее, отношений, да, с другими людьми. Вот. Поэтому все, что нужно для того, чтобы собрать вот такую психологическую, здоровую базу, на нее опереться, да, чтобы двигаться по жизни дальше, вот это я дам вам, вне зависимости от того, какой вы тариф выберете, и это правда очень классная возможность, вот, поэтому прям не пропускайте ее, вот, а мне было супер интересно пообщаться, Катя, с тобой, с твоей аудиторией, потому что у меня совсем другая аудитория, для меня вот эта аудитория совершенно новая. Это, знаешь, для меня как будто я парня с родителями знакомлю, типа вот какое-то такое было, да, да. То есть это пир, типа, есть мой какой-то лирок, есть отдельно наши с тобой взаимоотношения, и я как будто сейчас свожу всех, и я такая, пока нормально, пока все хорошо, все дружат, пока все хорошо. Но, знаешь, судя по вопросам, тем, которые люди пишут нам, конечно, мы не успели на все вопросы ответить, естественно, потому что психология такая тема, знаете, часами можно разговаривать, и все супер интересно, вот, но судя по вопросам, я понимаю, что у меня правда есть, что дать, у меня правда есть, о чем рассказать, и как с ленью там были вопросы, и с тревогой, и с депрессией, со всем с этим, у меня были личные кейсы, у меня были кейсы моих клиентов, то есть, все это решается, ребят, вот прям все решается, правда, да, важно просто задаться этой целью и двинуться, да, сейчас как бы не успеем эти вопросы разобрать, потому что тематика немножко другая, и были нацелены разобрать чуть другую тему, вот, но совершенно точно, как бы это все решается через психологию, поэтому мне кажется, что важно, наверное, важно, да, для нашего поколения вообще сделать ментальное здоровье одной из, вообще, да, базой своей жизни, занятия ментальным здоровьем, потому что от этого зависит вообще все остальное, вообще все остальные сферы жизни, это про уважение к себе, это про уважение к себе, то есть, вот, не оставайтесь в этом, работайте с этим, да, в терапии, через курсы, куча сейчас есть вариантов, приходите к нам выстраивать базу, но, прям вот моя супер рекомендация, уделяйте время своему ментальному здоровью. Ура! Мне кажется, отличный слоган, на котором мы можем закончить, возможно, если вы очень сильно заспамите директ Кати, интересующими вас вопросами, или там, не знаю, залайкайте ее очень сильно, то мы уговорим ее сделать еще какой-нибудь эфирчик, возможно, на какие-то другие темы, но это посмотрим, это вот как мы будем хорошо себя вести, ребята, спасибо большое всем, что вы были с нами, я эфир сохраню, надеюсь, у меня получится это сделать, потому что, учитывая, что я пять минут добавляла человека в эфир, возможно, где-то напортачу, спасибо вам, спасибо большое тебе, Катя, за то, что ты была с нами, мне кажется, мы стали свидетелем, и вообще, очень интересной, очень, какой-то даже, можно сказать, небольшой трансформацией на наших глазах, просто буквально за пять минут, ну, по сути, мы реально с вами были на психологической сессии, здесь, в прямом эфире, в режиме онлайна, вот, поэтому, это очень, это было очень красиво, очень глубоко, несмотря на то, что у нас было очень мало времени, Настя искренне большое спасибо пишет, вот, поэтому, всем большое спасибо, следите за новостями, и ссылка на, предзапись проекта, кому интересно, будет в моем профиле, все, пока-пока, да, спасибо всем большое, ребята, пока, подписывайтесь на меня, будут вам подарки, да, все, и ссылочку на Катю, также я оставлю, когда сохраню этот эфир, да, напишите, что вы от Кати мне в директ, и я вам скину какое-нибудь бесплатное упражнение, например, которое вы можете начать делать прямо сейчас, класс, для своего ментального здоровья, ура, все, всем пока-пока, пока, пока,